В Новосибирске стартовало первое в истории страны первенство по парусному спорту. Почти 60 спортсменов на протяжении трех дней будут бороться за призовые места. Всем участникам предстоит 15 гонок. Екатерина Карпенко наблюдала за соревнованиями сноукайтеров. Для человека далекого от спорта вся эта суета может показаться, что появилось какое-то новое развлечение, что люди на льду катаются с помощью разноцветных парашютов. Если честно, изначально так и подумала. Но вообще сегодня на Береговском море стартовали необычные соревнования сноукартинг. Министерство спорта Российской Федерации впервые признало эту дисциплину. И теперь юниоры соревнуются, могут получать разряды, звания, входить в сборную России. На льду выставлена дистанция специальными знаками, вешками оранжевого и красного цвета. Обходят дистанцию под трапецией и приходят сюда на финиш. Между синими флагами финишируют. Кто вперед, тот и первый. Десятки ведущих юных спортсменов из разных регионов страны Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Новосибирска и не только съехали сегодня в одно место, чтобы побороться за первенство турнира. В последние три тренировки я ездил примерно на такую же дистанцию и прям ее катал постоянно. Сначала зарезаешься против ветра, потом чуть-чуть зарезаешься, уже так, средне. И по ветру восьмерку и против ветра. И по ветру последняя галс и на финиш. Ну, я уложился, время в контрольное. Сложно. Нужно следить за другими спортсменами. Ориентироваться, где у тебя знак, потому что сейчас он стоит, ну, не то чтобы далеко, но отсюда его плохо видно. Потом погодные условия меняются. Нужно следить за порывами, отходами, заходами. Соревнования продлятся еще три дня. Итоги подведут лишь 28 февраля. Ну, вообще, конечно, хорошо, что проводят такое первенство в конце зимы, а не в начале, иначе спортсмены завершали бы заезд гораздо быстрее. Екатерина Карпенко, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok